Подростковый клуб «Созвездие» принимает у себя в гостях летнюю школу для принимающих семей, то есть тех семей, которые взяли к себе на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Работа школы началась с освоения рецепта хорошего настроения, а помогали семьям учащиеся хореографического отделения Центра развития творчества детей и юношества «Биоритм». Они пригласили всех, и детей, и взрослых на веселую зарядку. Наконец-то мы проснулись, начинаем, все готовы, отвечаем, все готовы, начинаем, все здоровы, я не слышу, все здоровы, становитесь по порядку, на веселую зарядку, приготовились, начнем, и все вместе подпоем. В этом году в летнюю школу приехали 14 семей из Родионово-Несветаевского, Октябрьского сельского районов и Новошахтинска. Многие семьи уже знают друг друга, общаются вместе и дружат, но есть и новички. Программа выездной школы насыщенная и разнообразная, и рассчитана на пять дней. В первый день для детей организованы различные мастер-классы. Ребята в игровой форме познакомились с музыкой, побывали в комнате психологической разгрузки, где смогли вообразить, что находится на морском дне, а также соприкоснуться с театральным искусством. Ага, хорошо, стоп. Понятно, да, задача? Прощай, мой тортик. Спасибо. Можно, да, с хорошим пожеланием? С днём рождения тебя, спасибо. А мальчишки с неподдельным интересом рассматривали машину МЧС и общались с настоящими спасателями. Ребята увидели оборудование, которым приходится работать спасателям. Пока дети были увлечены интересными занятиями, родители получили социально-правовую консультацию от специалистов. Ведь на их плечи ложится ответственность не только по воспитанию и содержанию детей с разной судьбой, но также и ряд правовых вопросов, с которыми они сталкиваются. Консультации получают они по проблемам алименты, потому что для этих детям также позначены алименты, и приёмным семьям нужно продолжать работать с алиментами. Это по отчётам опекуна, по диспансеризации детей, то есть в разной сфере образования, здравоохранения. У них есть вопросы у семей, и на тех мы пытаемся ответить. В Ростовской области подобная выездная школа работает с 2011 года, а в Новошахтинске всего третий год. В 2016 году Министерство образования нам делегировали право Центром помощи детям, организации летних замещающих семей. В нашем Центре помощи детям работает отделение по сопровождению замещающих семей. Функционирует оно для 60 семей. А цель, конечно, школы такова. Это гармонизация семейных отношений, предотвращение возврата детей и создание семейных традиций. Ещё больше укрепить семьи, любовь детей к мамам, папам и мам, пап, к детям, чтобы семья была большой, дружной и счастливой. У этих семей много общего. Общаясь друг с другом, родители делятся своим опытом, а дети учатся дружить. Работа выездной школы принимающих семей уже приносит положительный результат. За три года нам не вернули ни одного ребёнка, который был передан в семью. Во второй день работы школы ребята старшего возраста поехали в город Новочеркасск, в стрелковый клуб «Хищник». Девчонки и мальчишки там смогли поиграть в игру «Лазертак». Специальные повязки и накидки с мишенями одновременно являлись датчиками. Ребята окунулись в реальность военной игры. Причём девчонки не уступали мальчишкам, а заражались также отважно и уверенно, проявляя бойцовский дух. Благодаря этой игре ребята почувствовали себя настоящими участниками «Звёздных войн». Третий день летней школы для принимающих семей был также насыщен большой программой для родителей и детей. Взрослые участвовали в работе круглого стола, где на интересующих вопросы ответили специалисты МФЦ, пенсионного фонда, ОСЗН, выгонов опеки и попечительства, управление образованием администрации города Новошахтинска и нотариус. А также принимали активное участие в психологическом тренинге для родителей. В это время дети побывали на экскурсии на ЛАВ-радио, инсценировали сказку «Репка», изготовляли сердца семьи. Объединяла всех игра «Форт Боярд». Четвёртый день школы прошёл на территории лого-парка – старой станицы Каменского района. Дети и взрослые знакомились с уникальным ландшафтным дизайном, скульптурами, парком камней и отдельным миром зазеркалья, животными, живущими в парке. Участники школы побывали в сказке для детей и взрослых, имели возможность общения друг с другом через эмоции и настроения, пополнили свои альбомы с семейными фотографиями. Завершилась поездная школа для принимающих семей церемония вручения сертификатов в Южном парке «Птицы» Малинки. В течение пяти дней 21 семья, 25 взрослых и 39 детей плодотворно поработали. За эти дни прошли тренинговые упражнения, психологические занятия, социально-правовые консультации, на которых родители и дети получили ответы на интересующие их вопросы. Благодаря дружеской и непринужденной обстановке все участники школы получили заряд позитива и хорошего настроения.